Улица Орджоникидзе в Твери потеряла свое главное украшение – 15-метровые ели. В минувшие выходные местные жители запечатлели на камеры своих мобильных телефонов, как срубили деревья. Возмущенные таким поступком тверичане обратились в редакцию нашего телеканала, чтобы мы помогли выяснить, для чего это было сделано и насколько это законно. Вот что стало известно к вечеру понедельника на этот счет. Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной. Даже сильнейший снегопад, который накрыл в минувшие выходные тверь, не помешал неким людям в экипировке срубить многовековые ели на улице Орджоникидзе в Твери. У тверичан один вопрос – зачем? Воскресенье, рубят ели, ресторан «Гранат». Интересно, куда смотрят администрации? Это позволяет законы такое делать. В итоге срубили несколько 15-метровых елей под самый крышок. Горожан повергло в шок такое благоустройство города. В целом спиливание старых аварийных деревьев в Твери не редкость, и мера необходима. Так говорят представители власти. По их словам, это нужно делать, чтобы старое дерево не рухнуло при штормовом ветре на людей и машинам. Но в случае с улицей Орджоникидзе местные жители удивлены, поскольку ели не выглядели аварийными и украшали собой местность. Чиновники ответили, что спил этих деревьев был официально разрешен. Однако, как оказалось, не всех. Департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери на основании обследования, проведенного инженером-экологом МБУ «Зеленстрой», был подготовлен и выдан порубочный билет физическому лицу на снос двух сухостойных елей и обрезку ясеня по адресу улицы Орджоникидзе, дом 48Б. При проверке информации о сносе елей установлено, что помимо сухостойных елей удалены две здоровые ели. В связи с этим департаментом виновное лицо приглашено для составления протокола об административном правонарушении. В свою очередь, тверичане обратили внимание власти на безопасность людей на Тверских дорогах, которые в ночь суббота на воскресенье замелось снегом. Они покрылись льдом. По всей видимости, городские власти решили продолжить экономить на уборке дорог и забыли о безопасности тверичан. Напомним, что недавно администрация города опубликовала информацию об экономии 90 миллионов рублей на зимнем содержании дорог. Даже блестит вся дорога. Лед, просто лед. Однако релиз, размещенный на официальном ресурсе администрации Твери, говорил об обратном. Город все-таки убирали? С началом снегопада на улице Твери вышли комбинированные дорожные машины и другая спецтехника, которая во избежание образования нальди производит обработку дорог. В первую очередь, дорожные службы расчищают мосты и путепроводы, а также магистральные улицы для обеспечения нормативной пропускной способности транспорта. Обработка тротуаров производится тракторной техникой. Работы по расчистке дорог, уборке и вывозу снега в соответствии с нормативами продолжатся после завершения снегопада ближе к ночи. Вывод техники будет увеличен. Отметим, что в период снегопада с 13 по 15 марта в Твери произошло аж 8 ДТП, в результате которых 10 человек получили травмы, сообщает региональная госавтоинспекция. Поэтому, как был убран город, остается судить инспекторам и, конечно же, самим тверичанам.